Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях одна из самых бесстрашных цирковых артисток Екатерина Коренькова. Дело в том, что Екатерина единственная дрессировщица, которая работает с волками. И сегодня, Екатерина, доброе утро вам. Вы пришли не одна. Представьте вашего коллегу. Коллега, это у нас коллега наш. Это собака породы, называется сибирский хаски. Зорк. Сколько вообще у вас животных в команде вашей? Если начали с хасок, то это у нас 6 хасок и 2 аляскинских маламута. 4 у нас волка серых обыкновенных, 2 канадских волка черных и 1 полярная волчица. Прямо серый волк. Ей только исполнился годик 9 мая. Очень интересно, как вообще началась ваша работа с волками? Зная мы, что вы работаете в этой среде с 18 лет, расскажите про первого своего волка. Как вообще пришла идея работать именно с ними? Во-первых, первые волки мне достались из заповедника. Это плачевный случай. Убили мать волчицу. И волчат было некуда было их пристроить. И вот я взяла трех первых малышей, выкармливала их из соски. Им было по 7 дней примерно, потому что еще глаза были закрыты. Соски, пеленки. И у нас организовалась маленькая стая. И понеслась. Да, потом стая начала разорстаться. Ну как, а вообще не страшно? Говорят, что все равно, если дикие животные, ты их воспитываешь, воспитываешь, а потом... Раз и волк в нем просыпается. Нет, надо сказать, что полностью волка мы никогда не давим, то есть не задавливаем животное. Самое главное – это доверие, любовь и ласка. А любовь и ласка все делают. И терпение с ними. А как они в работе, как они в дрессировке? Так же легко с ними работать, как с собаками, например? Или все-таки есть нюансы, какие-то особенности? Нет, ну, во-первых, это животное, они очень понятливые и игривые. Игривый волк. Да, игривые. Они нравятся, потому что вся дрессура заключается с ними, то есть вкусный прикорм, и все через игру. На них никогда нельзя кричать, нельзя наказывать, потому что они очень злопамятные. Потому что он тебя сам наказывает. И вот только в процессе игры, 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 можно что-то от него добиться. Ну, как с Димой Сергеевым? Если напугать что-то такое, даже почему сложно с волками, их очень тяжело приучить к людям, к зрителю, к свету, к звуку. Потому что они, не сказать, что они трусливые животные, они очень осторожные. И то есть в момент осторожности они могут поджать хвост и залечь. Так вот, искать себе норку. И поэтому самая главная моя задача в работе, на представлении, их разыгрывать, разыгрывать и не давать им одуматься, чтобы они смотрели право-лево. Только есть я и они. Все. Это наша стая. Екатерина, ну вот знаешь, что у вас есть номер, в котором и волки, и собаки, и козы еще выходят. А как вообще вот удается объединить волков и коз, да, они не воюют ли между собой? Ну, во-первых, когда волчата тоже маленькие, мы их отпускаем, они бегают и в вольеры и к собакам, и к козам. Им очень нравится смотреть, что же там едят козы. И пытаются у них то яблочко с миски взять, то морковку попробовать. Вроде это понимают, что это невкусно, не сильно вкусно, что они едят, и они как бы от них отстают. А так вообще, я это объясню, это большая семья. Да, у нас, например, если козочки заблеяли, поддерживают все. И волки, и собаки, и все, козы блеют, все воют. Оркестр, ну правда, взрослый волк и взрослая такая коза, они рядом могут находиться? Инстинкты не просыпаются у них? Охотятся, охотятся не пытаются. То есть они привыкли, что мы их не трогаем, друг друга мы не трогаем. Козы-то у нас пытаются, и собак, и волкам, и их почему коз не пускают, потому что они пытаются бодануть. Вот у нас Зорику частенько во время представления от козы достается, да, мне приходится ее придерживать. Вот коза, да. Поэтому с волком, как бы, собака, она более спокойная, волк-то может и огрызнуться. Слушайте, ну вот у нас за окном лето, жаркое, мы с Димкой мучаемся. А как вот ваши подопечные? У них такая серьезная шкура. Есть ли какие-то рецепты охлаждения? Ну, мы уже, конечно, линять сейчас начинаем, вот ползем. А так нет, мы их стараемся постоянно водичкой опрыскивать с пулевизатора, то есть чаще мыть, ополаскивать только без шампуня, без ничего, потому что... А расскажите, вот если я захотел дрессировать собаку, ну, такая безумная у меня идея появилась, да? Да, с чего нужно начинать? Самая-самая первая команда, самая вообще первая шаги? Из первых команд, это, во-первых, команда «Ко мне», то есть чтобы собака знала кличку, и опять же команда «Фу», потому что собака же она грызет. Все, маленькая, и то есть собака должна, то есть то нельзя, там, то она взяла. Команда есть «Нельзя», и также есть «Фу». «Фу» – это полнейший запрет, а «Нельзя» – это еще, это может быть еще и мощно. Ну вот у нас здесь зорка, чтобы не засиделся, может быть, вы покажете, что он, ну, все понятно, мы не сможем посмотреть, ну, может быть, какую-то вот часть номера, что вот он умеет у вас? Ну, вообще у нас он очень высоко прыгает. Прыгучий. Да, он очень прыгучий, носит апортировку, прыгает у нас через козочек, между ног шаг ходит, поклончики делает, сидит на ов, то есть очень такая у нас... Ну, показывайте, показывайте. Зорик, пойдем, попробуем. Правда, здесь очень скользко. Аккуратнее тогда. Будем аккуратнее, Зор, Зор ко мне скорее. Ай, молодец. Зорыничка, шаг скорее. Ай, умничка, шаг. Ай, молодец. Зорик, шаг. Хорошо, шаг. Ай, умничка, скорее еще шаг. Давай, назад шаг. Молодец, назад шаг. Хорошо. Назад. Умничка, хорошо. Поклончик сделай нам. Поклон. Поклон. Скользко, лапки разъезжаются. Сидеть, сидеть. Хочется играть еще и еще. Кофочки сел. Все, нормально, лапки стоят, не разъедутся. Сидеть, ов. Скользко. Давай еще раз попробуем. Сидеть, сидеть. Ну, давай, постарайся, постарайся. Сидеть. Оф, сидеть. Ай, умничка. Иди на место. Браво, 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 Зорг. Аплодисменты. Дима, ты так можешь? Я? Нет, у меня ноги разъезжают. Друзья, мы вам напоминаем, что у нас в гостях была дрессировщица Екатерина Коренькова, ее друг, соратник, коллега, сибирский хаски Зорг. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. И Зоргу тоже огромное спасибо. Друзья, выступление вы можете посмотреть на этих замечательных наших гостей в цирке. И в ближайшие выходные приходите все. Приходите к нам в гости. Дорогие друзья, прямо сейчас в рубрике «Образ жизни» мы узнаем о том, как худеет Валерия.